Контракт уже был подписан, да, там, то есть вот так вот просто Конор Макгрегор пришел и сказал, уберите его, почему именно он выбрал Луиха? Случилось то, что уже случилось, это в прошлом. Нас ждет лучше, чем то, что мы имели. Очень много о тебе знаю про твое прошлое. Ты так говоришь, как будто это что-то криминальное. Чем занимался наш брат Кридал в прошлом? Там Али Абдель Азиз, да? Он изменил тысячу людям жизнь, Али Абдель Азиз. Вне ММА. Я не знал таджикских бойцов, честное слово, я понятия не имею, я не смотрю российское ММА. Рассказывай, подробнее, когда Луиха ждать в Астагоне, на сколько боев он подписал контракт, кто его соперник. Сейчас я скажу, сейчас я скажу. Пересечение границы – дело непростое и небезопасное. Я всегда рекомендую надежных и проверенных людей. Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. Шамс Экспресс – более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. Тридас, ассаламу алейкум. Мы с тобой давно уже хотели записать интервью. Наконец-то пришло это время. Алхамдуллах, сегодня подписали Луика в UFC. Это уже официально. Луик Раджабов – официально боец в UFC теперь. Ты же хотел ему организовать бой в ТАФе. Потом эта история с Конором Макгрегором. Я просто буквально пару часов разговаривал с Луиком Раджабовым. Мы с ним интервью записали. Он был в таком подавленном состоянии, но он понимал, потому что он уже проходил через такие сложности. И он уже принял то, что его не подпишут в UFC. Он, знаешь, такой отчаянный парень, что он уже давно смирился с этим. И тут на тебе, Всевышний, открывает новые ворота. Расскажи, пожалуйста, про контракт. Про ТАФ – это Ultimate Fighter. Это реалити-шоу UFC. Она уже очень много лет идет. Это 31-е шоу. Пару лет было, что они в один год два шоу делали. Поэтому 31. Потому что, как мы знаем, в этом году UFC исполняется 30 лет. А этот шоу ТАФ номер 31. Может, некоторые фанаты спрашивают, как UFC 30 лет, а шоу 31. Потому что некоторые годы бывало, что они два раза в году делали. А так, этот шоу идет очень давно. И там система такая, что две весовые категории, по 8 бойцов. И они два раза в доме дерутся. Шесть недель они в доме живут. Два раза в доме дерутся. И потом кто в финал попадает, потом через пару месяцев делают финал. Но два боя в доме это любительские бои. Это не профессиональные бои. По два раунда. А вот в финал уже профессиональный бой. И дерутся они за контракт UFC. И где-то... Я до сих пор не могу сказать все вещи. Потому что этот шоу до сих пор идет. И мне нельзя разговаривать много. Потому что мы там подписывали контракт о том, что нельзя разглашать. Но скажу одно, что Лоик там был 100%. И он все процедуры прошел. Мы заполнили кучу бумаг. И он приехал сюда. Потом две недели он был в карантине. Но в итоге случилось так, что один день до начала этого реалити-шоу сказали, что, к сожалению, ну ты не будешь участвовать в этом шоу. Там есть много причин. Кто-то говорит, что Конор Макдегер, так как он один из тренеров в этом реалити-шоу в этом году, он захотел своих однокомандников с зала, чтобы они участвовали. Кто-то говорит, что это неправда. Мы до сих пор не знаем, какая была причина. Но одна из причин еще была то, что Лоик не в совершенстве говорит на английском, а там, если кто-то смотрел, смотрел реалити-шоу Дом 2, там 24 часа тебя записывают, у тебя микрофон. Это то же самое. 24 часа, везде камеры, понял, нужно там разговаривать и создавать шоу. Честно, я тоже сегодня писал интервью с Лоиком, я просто не представляю себе, как Лоик, ну хотя интересно мне. Мне вот как фанату, как брату Лоика, мне интересно, как Лоик будет... Он бы справился, в этом нету сомнений, мы с ним общались, как себя вести, что делать, что говорить, какие моменты, знаешь, поиздеваться чуть-чуть над ребятами и всем этот, клички давать всем, этого так назвать, этого... Ну что-то, мы общались об этом, он бы разобрался, он умный парень и, как мы знаем, он долгое время жил в Германии, выучил язык там. Я знаю, один из продюсеров реалити-шоу вот этот, у него жена из Германии, он живет в Германии долгие годы, они вот с Лоиком, я видел, как они на немецком общались, так, выучил же человек, он знает немецкий, он знает русский, английский тоже знает, он на улице не пропадет, он скажет, что ему надо, знаешь, только что вот у нас был ужин, и вот, полчаса назад, он, у меня есть другой боец, он из Англии, полутяжеловес, и они в одной команде с Лоиком, они общались, нормально сидели, знаешь, он с англичанином говорил, одно дело американец, когда на английском говорит, а другое дело англичанин, у них намного, знаешь, это там, литературнее язык, чем английский язык в Америке, поэтому он нормально общается на английском, просто, ну, случилось то, что случилось, Всевышний закрыл, закрыл ему один дверь, и открыл ему другой дверь, так что, вот такие дела. Тафф, UFC, ему купили билеты, гостиницу, то есть контракт уже был подписан, да, там все это железобетонно, он будет выступать, то есть вот так вот просто Конор Макгрегор пришел и сказал, уберите его, почему именно он выбрал Лоиха? Не, опять же, опять же, мы не знаем причину на сто процентов, я здесь не хочу сейчас кого-то оклеветать, или сказать то, что я не уверен, да, в этом, мы не знаем, и как я сказал, случилось то, что уже случилось, это в прошлом, нас ждет лучше, чем то, что мы имели, так что, и дальше, мы идем дальше, поезд, поезд народа Таджикистана под управлением Лойка идет дальше, с его фанатами, и мы никого не ждем, мы ни на кого не обижаемся, случилось то, что случилось. Ты знаешь, на самом деле, получается, что у него открылись новые условия, еще лучше, да, хотя в ТАФе он мог бы набрать себе какую-то медийку, да, хотя может быть, да, или нет? Да, там много аудитории он бы мог собрать, но, ничего страшного. Ну, рассказывай, подождем подробнее, когда Лойка ждать в Остагоне, на сколько боев он подписал контракт, кто его соперник? Контракт на четыре боя, Лойка выступит на турнире, сейчас я скажу, сейчас я скажу, он выступит на турнире, чтобы не ошибиться, он выступит на турнире UFC 285 4 марта на Тимобил арена в Лас-Вегасе, этот турнир будет возглавлять Джон Джонс, Сирил Ганн, поэтому, это на следующей неделе, в субботу, Миша-Лла, его соперником будет Эстебан Рибовикс, он с Аргентины парнишка, 11-0 рекорд, хороший парень, тоже, с нашего менеджмента, очень такой, уважительный, они вместе тренировались с Лойком, знаешь, они в одном зале, у них один и тот же тренер, один и тот же зал, один и тот же менеджмент, так что, А какой он? Он хороший боец, с кем он дрался? Он, он, это его дебют в UFC, он выиграл, если не ошибаюсь, в сентябре, на шоу, Дана White Contender Series, он в первом раунде нокаутировал своего соперника, и ему дали контракт, и это его дебют в UFC, и это его дебют в UFC, ух ты, ух ты, у него был соперник, соперник вылетел, по неизвестным причинам, травмам, мы не знаем, и подписали Лойка, который был готов, здесь ждал, своего часа, скажем, подписанием, и молился, и это сработало, алхамдуллах, 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 бродон, вот мы пару часов назад с Луихом разговаривали, он такой, знаешь, блин, у нас такой мощный интуит, я скоро запущу, сам посмотрю, это интересно, что ты представлял, пару часов тому назад было, до этой информации, которую ты мне рассказал, серьезно? спасибо, да, я не знал, я думал, ты после, потому что он сказал, что ты ему позвонил, после того, как я с тобой связался, ты ему позвонил, я тебе задам вопрос, который я давно подготовил, я тебя давно на самом деле знаю, вот твой младший братишка, мы с ним знакомы, давно общаемся, хотя какое-то время, да, мы какое-то время перестали общаться, вот, ну, видишь, как говорится, мир тесен, мы с тобой давно знакомы, я тебя очень много, о тебе знаю, про твое прошлое, но по твоей просьбе, я не буду об этом говорить, ты мне сказал, что об этом не говори, ты так говоришь, как будто это что-то криминальное, да, да, сейчас пускай будет загадка для многих, чем занимался наш брат Фильдаус в прошлом, да, там, а когда они узнают правду, они просто будут кайфовать от этого, Фильдаус, вот, несмотря на то, что у тебя была очень хорошая работа, тебя уважали, ну, как так получилось, что сподвигло того, что ты пришел в менеджмент? Помощь людям, вот и все, помогать людям, чем, всем, чем я смогу, знаешь, представляешь, ты становишься причиной того, что у человека что-то в жизни меняется в лучшую сторону, разве может быть лучше, чем вот это, какая-нибудь другая работа, мне это нравится, я это люблю делать, это тяжелая работа, но я каждый день даю себя на сто процентов этой работе. скажи, 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 все-таки финансовая составляющая, она же есть, она же мотивирует тебя, все-таки, ты же тут не просто так, тебе же нужно семью кормить, семья не маленькая, родители, братья, финансовая составляющая, финансовая составляющая тоже же есть. Это да, но для меня деньги не самое главное, потому что в этой работе есть карьерный рост, хотя у человека, у которого один боец, он тоже менеджер, у человека, у которого 200 бойцов, допустим, 50-60 бойцов в UFC, он тоже менеджер. Когда я говорю карьерный рост, в компаниях ты начинаешь с маленького человека, потом ты растешь, растешь, и ты вице-премьер компании становишься, вице-президент компании там, я знаю людей, у которых 5 машин, клянусь, они, они может одним или двоим пользуются каждую неделю, остальные все, есть люди, которые вот такие, да, но мне этого не надо, мне вот то, что хватает, мне этого достаточно. Стараться к этим вещам, это не мое. Маршалл, Маршалл, понял, то есть ты в этом не видишься мотивацию, мотивацию ты видишь в другом. Помощь людям. Да, Федорджон, расскажи, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, как ты пришел в Доминиус ММА, вот, про Доминиус ММА немножко расскажи в кратком, там, насколько я знаю, ты, там, Али Абдельазиз, там еще, по-моему, Ризван, который из команды Хабиба Нурмагамед 2, да, правильно я понимаю, или кто-то еще есть, которых я не знаю. Да, есть Ронни Маркс, парень, он занимается бразильцами. расскажи про Доминиус, как она создавалась. Эта компания принадлежит Али Абдельазиз, это человек, который через много прошел, на самом деле, и я его очень уважаю, и он для меня большая мотивация тоже, потому что я вижу, где он сейчас, да, в своей карьере. Столько человек добился, у него было порядка, ну, больше 10 чемпионов UFC за всю историю, да, ни у какого менеджмента в истории не было столько чемпионов, ни у кого, но он до сих пор не перестает помогать даже любителям, знаешь, ладно там профессионалы, amateur, любители, помогает людям, очень многим людям, он сотни людям жизнь изменил, лучшую сторону, знаешь, и я каждый день с этим человеком работаю, и учусь от него, и мне еще много, чему учиться, но у человека большое сердце, и это, очень многие люди не знают, хайр и садаха, которые он делает, знаешь, он никогда нигде не афиширует, но я тоже не хочу сказать, потому что он он мне говорит, как близкому человеку, но это не значит, что я другим могу сказать, но я могу вам сказать, что когда я сказал сотни, это я имел бойцов, а люди, которые к ММА никакого, никаких отношений не имеют, он изменил тысячи людям жизнь, Али Абдулазиз, вне ММА, люди, которым эта помощь нужна, в других странах, я даже страны не хочу назвать, потому что люди узнают, о чем я говорю, в общем нуждающимся людям, знаешь, я у него учусь, и сам тоже стараюсь это повторить, и если мы в этой жизни родились, чтобы не просто прожить свою жизнь, как на русском это сказать, в общем, свою пользу, все брать, и потом годы пройдут, мы умерли, и все, мы в этой жизни родились, в первую очередь, чтобы помогать другим людям, если мы можем кому-то помочь, то это нужно, нужно это сделать, потому что есть люди, которые себе даже не могут помочь, а представь, тебе Всевышний дал такую возможность, что ты другим людям можешь помочь, а ты этого не делаешь, я люблю очень это делать, во многих случаях, это как волонтерство, знаешь, просто так это делаешь, но я от этого получаю, так сказать, наслаждение. Блин, я очень рад, брат, что ты в этой команде, с такими достойными людьми, очень рад за тебя, Фердал Джон, но почему-то, знаешь, про тебя очень мало информации, хотя ты такую мощную должность имеешь, стольких бойцов подписал UFC, вот, сколько лет ты в Доминусе уже? Пять лет? Шесть лет? Пять лет, с восемнадцатого года. Я хочу тоже тебя критиковать, но, аль-хамдул-ля, наконец-то, ты подписал первого таджикского бойца в UFC, одного из лучших, и прямо я вижу, брат, я не знал, я не знал таджикских бойцов, честное слово, я понятия не имею, я не смотрю российское MMA, это, это было для меня как хобби, и я в восемнадцатом году познакомился с Али, и вот с тех пор всегда, когда UFC или другие организации приезжали, я тогда в Нью-Йорке жил, я 15 лет в Нью-Йорке прожил, но я это делал как хобби, ну, как ты знаешь, у меня была другая работа, я это делал, так сказать, полставки, в двадцатом году я начал серьезно этим заниматься, и обдумывал вариант того, чтобы уйти от другой работы, но все эти годы, с восемнадцатого года Али меня просил, переезжай в Лас-Вегас, тебе понравится, переезжай, в двадцать первом я стал официальной частью компании, и в двадцать втором году я переехал в Лас-Вегас, уже больше года я здесь живу. Лоих Раджабов не первый боец, до Лоиха Раджабова ты, по сути, уже подписал другого бойца, его имя Самандар Муродов, расскажи, пожалуйста, что с его контрактом? Я потом позвонил Самандару, он поднял трубку, я говорю, эй, два вопроса, какой твой вес, если у тебя травма? Чтобы вы знали, для UFC, Таджикистан, Узбекистан, вот эти все страны, Азербайджан даже, для них это Россия, они это называют Россией. Когда я говорю Самандар, я имею в виду Средняя Азия, Европа и вся Россия, это один из топовых бойцов в этих регионах, и никто не сможет это оскорить, это правда. Или есть ли желание у UFC провести свой турнир на территории Средней Азии? У Таджикистана есть все возможности турнир провести, потому что мы уже провели чемпионат Азии. Как ты сам думаешь? Это возможно? Едут же UFC Лондон, UFC Абу-Даби, представь UFC Душанбе будет, Миша-Лла, один день, придет время, я бы с удовольствием поехал в Таджикистан, на турнир UFC. Сейчас мы знаем, что Таджикистан как минимум, как минимум, входит в топ-3 лучших стран любительского ММА, если не номер один, или не два, то максимум топ-3, знаешь? Таджикистан,